Работаю, работаю, а деньги как сквозь пальцы. Только-только заработаю какую-то сумму, и она улетает. То ребенок заболел, то какой-то штраф прилетел, то муж заболел, то он... Еще что-то происходит, вся кровь заболела, вот, и деньги улетают. С таким запросом пришла на днях ко мне девушка, и мы начали с ней выявлять паразит, потому что это воровство. Я вам говорила, согласно Иоанна, 10-10, вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить, украсть. Итак, вот такие все вещи, они говорят о том, что есть паразит, одним словом, есть воровство. В духовном мире у этой девушки есть воровство, то есть деньги приходят не на возрастание благосостояния, а как бы на возрастание проклятия. С одной болезнью справились, другая появилась, еще с той не успели справиться, уже третья, а врачи надо очень много денег, лекарства, очень надо много денег, ну и опять-таки, никто тебе гарантии не дает, что исцеление будет. И вот мы начали с ней разбираться, почему ей так важно, чтобы деньги улетали сквозь пальцы. В общем, я задаю вопросы, она отвечает, она отвечает, я задаю ей вопросы, потому что моя задача найти именно мысль первого поколения. И мысль первого поколения, она находится не на сознательном уровне, потому что если ты просто даешь совет, а ты там перестань делать то-то, а ты там перестань есть то-то, а ты там иди еще на одну работу, заработай. Это все не работает, потому что советы – это всего лишь сознательное сознание. А наша задача – найти в подсознании ответы и понять, на основании чего ее жизнь не улучшается, потому что, согласно Библии, мы будем идти от одного благословения в другое, от одной радости в другое, от одного успеха в другое. Несмотря, кстати, на то, что идет там война, сейчас очень многие говорят, у меня плохое финансовое состояние, потому что война – это только лишь твоя история. И тебе можно иметь такие истории, у тебя есть причины иметь такие истории. И вот когда мы дошли до мысли первого поколения, она вдруг осознала… Знаете, когда инсайд приходит, у человека такой «джжжж», включается, как лампочка внутри, озарение, формируется новая нейронная связь, и человек наконец-таки понимает. Они, когда женились, она выходила замуж за мужем, она себе как бы поклялась, что все деньги будут у мужа, а ей деньги не нужны. Как она сказала, ей главное, чтобы она была счастливой женой, и сказала мужу, а ты занимайся финансами. И она об этой клятве забыла. Прошли годы, в семье началось очень сложно с финансами, она пошла на работу, и для нее главное оставаться хорошей женой. Женщина за результатыieve пришли,